ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, дорогие друзья! Привет всем! И мы сейчас находимся, как вы уже поняли, наверное, не в Аланье, а в Испарте. Мы сюда приехали с ассоциацией журналистов Аланьи, членами которой мы являемся очень много лет. И в прошлом видео вы видели, как мы посетили горнолыжный курорт Доврас. А в этом видео мы вам расскажем о пяти особенностях турецких городов. Это очень интересно. И, конечно же, кто у нас в этом специалист? Айхан. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Смотрите интересные видео о жизни, отдыхе и работе в Турции. Обязательно проходите по ссылкам в описании, где вы можете узнать, как дешево забронировать тур в Турцию, купить билеты или забронировать гостиницу. В общем, вся самая важная информация в описании к этому видео. Ну а мы с вами начинаем путешествие по Испарте. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы локанты. У каждой страны есть свои единицы. У каждой страны вы можете видеть. Потому что в каждой стране в каждой стране с дамаком вкусы. У каждой страны есть шансы. У нас есть шансы. У нас есть шансы. Наш это проходит. Но я надеюсь, что это послужила. И не Concern. Это мы не знаем, но как мы позже поделимся здесь. Бык, пулача есть. Сут молотый. Баклава, кабакотый. В бак садового цвета нет. В баке садового цвета есть. Онообная зелень. Садовое цветы есть. Взрослая, что вы видите, очень много народу и даже невозможно было узнать у продавцов, что же у них является самый популярный пищевый. Потому что вот именно такие места очень-очень популярны. Там всегда свежие, самые вкусные булочки, сладости, выпечка и так далее. Поэтому, как Айхан сказал, в каждом городе есть такая пекарня, поэтому Валания она тоже есть, и Махмутлар есть, поэтому обязательно ходите и пробуйте все самое-самое вкусное. Вот так вот делают лаваш, который вы кушаете во многих ресторанах. Кусок теста раскатывают вот на таком аппарате. Получается длинный-длинный тонкий кусок теста. Дальше его смазывают маслом, посыпают кунжутом и отправляют в печь. В традиционных ресторанах в Турции вы можете попробовать не только блюда местной кухни, но и, конечно же, хлеб, который готовится именно вот в таких вот печах. Уста сказал, что каждый день он делает очень много таких лавашей, но а летом доходит, наверное, до тысячи стук. Поэтому, когда вы приезжаете в Аланию или в какой-либо другой город Турции, обязательно приходите в местные кафе, потому что в кафе, где еду готовят именно в печи, это самая вкусная еда. Ну и, конечно же, вы все знаете нашего любимого Ахмен Кусту. В описании к этому видео также оставлю ссылку на его ресторан. Приходите и пробуйте самые вкусные блюда. Вот лаваш это готов. И вот таким вот образом лаваш подают посетителям. У меня есть на ябlı – на яблокках областей, они указаны на яблочках, в описании кафе – на яблочках, они разные банкротики до最後 – зиму заверасти, В центнике зиму заверань. В центнике различные шутки на блюдахы, Вот здесь есть партнер или по Nepоколу. Яблочках много лавашей, в Украине, чужие здесь, по-английски. Прорвая все тесно, как у нас было оригинально. Прорвая Филипполь? Это пауза. Мы должны рассматривать во время vai встречи. Пауза в жару мало, но объем вdomе, по большей с 없ою. Вот, например, один из таких небольших магазинчиков где можно приобрести кофе и чай посмотрите вот такая вот смесь зимний чай я не знаю это наверное что-то просто невероятно ну невероятно вкусная какие-то травы апельсинки что самое интересное помимо того что в каждом районе есть какая-то особая еда которая обязательно нужно попробовать традиционная еда практически в каждом районе есть турецкий кофе с какими-то добавками поскольку спарта у нас славится чем розами и лавандой в спарте вы сможете найти кофе со вкусом розы или лаванды именно из таких магазинчиков кофе получается особо вкусным потому что смотрите вот такая вот потрясающая огромная кофемолка здесь стоит обязательно обязательно когда вы бываете в турции посещайте вот такие вот небольшие пассажи и заходите во всякие магазинчики или кафе там вы найдете очень много всего традиционного и супер вкусного поэтому следующий раз когда вы приедете в турцию обязательно и даже если вы приезжаете в аланию у нас там тоже есть много всего интересного поэтому обязательно заходите пробуйте и наслаждайтесь а а Как и во всех городах Турции, в Алании есть также Чарше, а точнее это место в центре, где находятся торговые ряды. Торговые ряды в Алании расположены по обеим сторонам улицы, а так в самом центре. И как и везде, на любом рынке, вы здесь можете приобрести все, начиная от одежды и заканчивая ювелирными изделиями, сувенирами, какими-то интересными вещами, продуктами питания и так далее. Поэтому, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно посетите также такие рынки, зайдите во все маленькие магазинчики, приценитесь, посмотрите и найдете что-то интересное. Старайтесь обращать внимание на какие-то традиционные сувениры или сладости, присущие, например, только Алании. На таких рынках можно купить вещи, как от очень дешевых до дорогих, например, кожных сумок, курток и так далее. Конечно же, летом здесь очень много народу, здесь постоянно снуют туристы, местные жители, кто-то ищет какие-то вещи, кто-то старается найти интересные сувениры, купить что-то вкусненькое. И, кстати, если вы хотите знать больше о температуре воды и воздуха от Метеорологического института Турции, смотрите в описании к видео, там всегда есть ссылки. Ну, а если говорить о погоде, то, например, вчера в Алании вода, температура воды в море была уже плюс 18 градусов и народ купался. Поэтому, когда вы путешествуете по Турции, если вы приезжаете в Алании или в какие-то другие города, обязательно всегда идите в центр, потому что именно в центре вы найдете все самое интересное и самое вкусное. А сейчас мы с вами вышли как раз на улицу Ататюрка, находится она в самом центре Алании, это самая известная пешеходная, торговая, транспортная антерия города. И здесь, с двух сторон этой улицы находится именно магазинный рынок, где вы можете приобрести различные вещи, товары, сувениры и так далее. Да, 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 да. А сейчас мы с вами находимся в одном из самых знаменитых и красивых мест в Алании. Мы находимся на набережной. Отсюда отправляются все прогулочные яхты, на которых вы, например, ездите в круиз по побережью, когда приезжаете в Аланию. Здесь мы встречаем Новый год, здесь мы празднуем все основные праздники. Здесь проходят многочисленные фестивали, концерты, мероприятия. Здесь гуляют с детьми, здесь отдыхают утром, днем и вечером. Здесь можно купить вкусную кукурузу летом, каштаны зимой. Ну и, конечно же, свежевыжатые соки и различные сувениры. Но о сувенирах чуть позже. А сейчас я хочу вам рассказать, точнее продолжить рассказ Айхана о том, что в каждом турецком городе, провинции, если говорить об Алании, то и в Алании, и вокруг Алании, и вообще по всей Турции огромное количество исторических достопримечательностей. Поэтому турецкие города, Турция славится тем, что здесь исторические достопримечательности находятся практически на каждом шагу. И сейчас мы находимся на набережной. Именно здесь открывается прекрасный вид на Аланийскую крепость. И именно здесь на набережной расположена Красная башня. Поэтому, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно прогуливайтесь по набережной и посещайте все известные и не очень известные аланийские достопримечательности. Поднимайтесь на крепость по канатной дороге, ходите по музеям. На моем канале очень много видео различных достопримечательностей, как в Алании, так и вокруг Алании. Поэтому насыщайте свой отдых максимальным количеством впечатлений. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что приехать в Турцию вы можете по туру, который вы можете приобрести со скидкой 500 рублей на сайте Travel Ata. Промо-код в описании к этому видео. Смотрите, подбирайте, ну и, конечно же, приезжайте в Аланию. Поехали! А также Анадоуна очень красивая часть. В любом городе, в любом городе, вы можете получить отдельные подарки. Например, чай такими. Вот такой вот шокер. Вот так вот. А также если вы приехали, если вы приехали, то есть гуль продукты. Спарта, в мире в большом количестве гульяев производства. Гульяевы, особенно, в основном, 2-2 дня выжить в вашем состоянии. В косметическом санайе и других санайи данных гульяев используется. Испарта, который был построен во времена Султана Сулеймана Великолепного, как вы видите, был построен в 1571 году. И сейчас используется как такой небольшой торговый центр, в котором вы, кстати, можете купить много сувениров традиционных турецких, которые произведены на фабриках, не ручную работу. Но и очень много интересных изделий, которые сделаны руками мастеров или изделий с каким-то интересным дизайном. Поэтому всегда заходите в такие вот интересные традиционные места или в небольшие мастерские. Также в Аланье, как в центре, на набережной, так и на Дамлаташи, есть так называемая улица мастериц. Здесь вы можете приобрести украшения, магниты ручной работы, картины, вязаные изделия, детские игрушки и так далее. Сейчас здесь практически никого нет, потому что зима. Ну, а летом здесь очень много мастерицы. Вы можете купить действительно уникальные вещи по очень-очень низким ценам. Вот, например, один из таких стендов, где можно приобрести, например, вот такие вот необычные магниты. Вот такие вот разнообразные игрушки ручной работы для детей. И чуть дальше сейчас покажу вам украшения. Мастерицы делают украшения ручной работы, в принципе, на любой цвет и вкус. Если вы любите что-то простое, вы найдете на таких стендах. Если вы любите что-то в стиле боха, например, можете подобрать себе вот такие украшения. Если вы любите что-то очень-очень яркое с камнями, вот такие вот разнообразные фенечки. Ну и, конечно же, друзья, на таких стендах очень много колье ручной работы. Например, вот такие вот колье. Ну, в общем, для того, чтобы приобрести что-то уникальное по вашему вкусу, обязательно приходите сюда, выбирайте, смотрите, меряйте. На самом деле, вот от таких мастериц у меня тоже очень много разных украшений, которые, кстати, входят как под вечерние наряды, так и для повседневной жизни. И мастерицы делают свои украшения именно здесь, прямо вот здесь сидят и делают. И если вы хотите что-то интересное, оригинальное, вы также можете сделать на заказ. Поэтому обращайте всегда внимание вот на такие интересные места, где вы найдете действительно уникальные вещи. И перед тем, как уже выехать в сторону Алани, мы остановились, чтобы купить традиционные, скажем так, вкусняшки для Испарты. В первую очередь, это хлеб. Здесь есть вот такая вот пекарня. И вы помните, я показывала вам хлеб из Афьона. Так вот, хлеб из Испарты традиционный выглядит вот таким вот образом. А вот это вот самые обыкновенные такие круглые булки хлеба, которые также можно здесь купить. Они весят, наверное, килограмма полтора-два, и они очень-очень-очень вкусные. Конечно же, Испарта знаменита своими яблоками и изделиями из розы. Это косметические изделия, а также лукум. Лукум из розы есть, и есть лукум из лаванды. Очень много различных сувениров в виде розы, потому что роза является символом Испарты. Можно приобрести по отдельности, а можно приобрести, например, вот такие вот наборы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любовь хороший, белый альок на 아닙ные обоиShОА ПОДПИЛИИ Египет К revealing Все эти пazлы выработаны в магазинах, вот здесь, здесь, в пакете, там и настройки, настройки используемые и настройки, в магазинах, в магазине, настройки используемые эти пазлы. Парабельные пазaway, можно найти для этого, чтобы открывать их жанру. Редко, что вы не купили? На дlehней реальности, южно-эпичеки есть эти пазарские, используя их жанру. Далее. Буквый, здесь ничего не могла, это уже не даже деревья, да. Это, естественно. Я читаю等ую. общественная, да это изurpады? Чайно работаем с другими пакетами. Узюн пакетами. Мы делаем из пакеты. Здесь нет игрушки? Пекмель, хащащи хащащи и провокий пакет, конечно. Распектуры нет. Это оченьменный урок. Я думаю, что измеплий. Показали в или истепых Huex на курице, у нас выборук по-моге, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так вот, быстро, друзья, мы перенеслись с вами в нашу солнечную Аланию. Сейчас я нахожусь на месте, где проходит пятничный рынок. Многие из вас были на этом рынке. Это фруктово-овощной рынок, на котором также продаются специи, сыры, масло, различные приправы и так далее. В Алании этот рынок проходит каждую пятницу. В Алании нет постоянного овощного рынка. Поэтому, если вы хотите узнать, где в Алании проходят овощные рынки, пожалуйста, заходите в описании к этому видео и смотрите видео о рынках Алании. Одно из самых последних видео и в описании вы увидите все рынки, которые проходят в разных районах Алании, с картой, с местностью и так далее. Поэтому во всех городах Турции, как сказал Айхан, есть продуктовые, овощные, фруктовые рынки. Поэтому, приезжая в Аланию, обязательно приходите либо на этот пятничный рынок, либо на любой другой рынок, который расположен близко к вашему месту жительства. Ну и, конечно же, также одним из важных мест в любом турецком городе является Чай-Бах-Чиси. Так называемый чайная или даже не знаю, как перевести, чайный сад. В общем, место, куда вы можете прийти и выпить свежего крепкого чаю, кофе и сок, воду, минеральную воду и так далее. В таких местах не подают еду. Здесь максимум, что можно поесть, это какой-либо тост. А самое главное назначение этого места – это общение. И сюда люди приходят пить чай, общаться, проводить время, обсуждать какие-то новости и так далее. И здесь можно просто проводить часами. В каждом городе таких чайных много. Они есть практически в каждом районе. Отличаются они также по размеру. Например, в Алане на набережной такая чайная, вот, очень большая. А где-то, например, в центре города эти чайные такие очень маленькие. И здесь также помимо того, что чайная есть прямо на самом берегу моря, чуть подальше есть и другая. Другой чайный сад так называемый, где также можно попить чай, кофе, покушать мороженое, выпить лимонад. Ну, в общем, в зависимости от сезона здесь подаются разные напитки. И, как я уже сказала, такие чайные являются местом, куда люди приходят обсуждать различные новости. Играть, например, в окей, пить чай, кофе. Ну, в общем, это такое место для всяких разных социальных моментов. И когда вы ездите по Турции, особенно когда вы ездите в маленькие городки, обязательно заходите в такие чайные. Потому что местные жители, которые всегда находятся в этих чайных, расскажут вам все самое интересное, куда сходить, что покушать. И вообще все, что происходит в городе или в деревне. Поэтому обязательно приходите, пейте свежий вкусный чай и наслаждайтесь общением. Я надеюсь, что это видео было вам полезно и интересно. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Заходите в описании к этому видео. Там все самые главные ссылки на различные важные сайты. Температуру воздуха, море. Как дешево купить билет на самолет, забронировать отель и приобрести тур в Турцию со скидкой. Поэтому заходите, смотрите, пользуйтесь, подписывайтесь на наш канал, комментируйте наши видео. Ну и конечно же приезжайте в Аланию и в Турцию. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok